Кать, Кать, помоги мне, пожалуйста, открыть подарочек. Хорошо, Дианка, давай вместе откроем. Ух ты! Что там, Кать? Сейчас увидишь. Вау, как я и просила! Гигантская кукла! С длинными-длинными волосами! Вот спасибо! Смотри, здесь еще расчесочка, резиночки и ободочек. Ух ты! Все, как я и хотела! Делать различные прически! Давай, неси сюда! Мам, мам, я понимаю, конечно, что вы разговариваете, но я уже кушать хочу. Я проголодался. А? Даник, сейчас, маленький, я что-нибудь приготовлю. Даш, давай, бабуля, пирогов напечет. Всех накормит. Может, не надо пирогов? У меня от них изжога. Не может быть изжоги от моих пирогов. Это у вас от фастфуда, бургеров и газировки изжога. Испортили желудки, теперь нормальную пищу есть не могут. Мам, ну что тебе напрягаться? Ты же в гостях. Сейчас посмотрю, что я смогу приготовить. Ну, давай, показывай свои запасы. Эм, эм, эм. Так, про это лучше не говорить, маме. Ну вот, есть яйца. Эм, есть яйца. Эм, и капуста с картошкой. Виска с молоко. Газировка. Об этом мы умалчиваем. И еще одно молоко. Да, не густо. Яичницу все будут? Даш, ну какая яичница? Это что, еда разве? У вас что в холодильнике? Курица что ли живет? Одни яйца несет. Кстати, курица есть? И нет, мам. От курицы есть только яйца. Можно сделать омлет. Нет. Давай, говорю, пирогов напеку вон с капустой да с картошкой. Все и сыты будут. А может, давай я лучше курицу запеку по фирменному рецепту. Как же ты ее запечешь? Будешь ждать, пока из яичка цыпленок вылупится, потом вырастет, а потом курицу приготовишь. Так я уж состариться по второму разу успею. Да, мам, мы же в городе. У нас тут магазины вообще-то недалеко от дома. Сейчас я кого-нибудь отправлю. Саш, сгоняй в магазин, купи курочки, пожалуйста. А то будешь есть пироги с капустой и с картошкой. Даш, давай попозже. Сейчас вот этот матч досмотрю и сбегаю. Понятно. Значит, изжога кого-то не пугает. Девочки, девочки, сходите до магазинчика. Нужно курочки купить. Килограмма два. Мам, мы только начали с Дианкой открывать ее подарок. Может, попозже, а? Ладно, девочки, занимайтесь. Пойду Макса отправлю тогда. Макс, сходи, пожалуйста, до магазина. Нужно курицу купить. Мам, можно не я? Мне тут нужно всех бандитов убить. Тогда придется кушать на ужин бабушки на пироги. С капустой и с картошкой. Будешь? Ух ты, пироги бабулины. Конечно, буду, мам. Ой, я совсем забыла. Тоже у нас все ядные. Макс, ну пожалуйста. Но я тебе сдачу разрешу себе оставить. Большую денежку дам, чтобы сдачи было побольше. Ну, сходи за курочкой, я запечь хочу. Мы все голодные. Почему голодные все? А в магазин должен идти я. Еще одно слово. И пойдешь без сдачи. Ровно там, на 2 килограмма. А? Не, все, мам, я согласен. Я это, спрашивала просто, где пакет взять. Спасибо большое. Ты очень меня выручишь. Только давай быстренько. Хорошо, мам. Ну все, мам, сейчас Макс быстро сбегает. Запеку курицу, пальчики оближешь. Ну да, ну да, у вас пальцы сосать и остается пока. Делайте, как я. Берете тележку. Много пакетов, штук 5. Закупаетесь в магазине сразу крупой, мясом, овощами. Кхе-кхе. И потом 2 месяца готовить можно и в магазин не ходить. Мам, ну зачем? Магазин через дорогу. Сбегаем и купим. Чем все это тащить? Ох, не слушайте вы бабулю. О, Машка, смотри. Конфета русская рулетка. Давай купим и поиграем на площадке. Кому с каким вкусом попадется? Хорошая идея, Валерка. Давай. О, ребят, привет. Что делаете? Макс, да мы сейчас в русскую рулетку играть пойдем. Это как? Стрелять что ли? Да нет, ты что. Вот, смотри. Конфетки русская рулетка. Могут попасться со вкусом перца, с кошачьим кормом, с тухлыми носками. А может с виноградом, яблоком и апельсином. Как повезет. Крутяк, я тоже хочу. Возьмите меня с собой. Ну ладно, тогда скидывайся с нами на конфеты. Ладно, хорошо. Ну вот, почему я первая? Давай пробуй. И обязательно расскажи об ощущениях. Угла не была, только бы фруктовая попалась. Пахнет вроде виноградом. Пробуй давай, а не нюхай. Тьфу, 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 мне с перцем попалась. Мальчик, у вас есть вода? Ха-ха, нет, терпи. Ой, как же жжется. Ну вот, не повезло. Ладно, давайте я следующий, посмотрим, что мне попадется. Только бы фруктовая, только бы фруктовая. Ммм, по-моему вкусная. А, нет, пока не раскусил. А, фу-фу-фу-фу-фу. Это что такое, кошачий корм что ли? Ой, слушайте, надо было водички купить, это невозможно. А я тебе чего говорю, вы терпи, терпи. Весь рот переперченный теперь. Да ладно, потерпите немного, я сейчас попробую. Посмотрим, что попадется. Потом сбегаем в магазин за водичкой. Ну что ж, моя очередь. Только бы не тухлые носки. Ммм, пока вкусненько. Ай, ой-яй-яй-яй-яй. Тоже перец что ли? У вашей рулетки вообще нормальные конфеты есть? А-а-а-а. Или там на выбор только невкусные. Погнали скорее в магазин за водой. Я нашел молоко. Может лучше сок? Мне бы водички просто. Ни у кого нет. Надо взвесить курочку. Вот, приготовлю сегодня на обед. Курочка. Курочка, о нет. Макс, ты чего? Да я вспомнил. Я в магазин-то чего пришел? Меня мама за курицей отправила. А я тут с вами убежал конфеты эти пробовать. Ой, будет не. Макс, так покупай курицу, неси домой. И к нам еще доиграем. Там пол пачки осталось, даже больше. А мы пока с Валеркой купим сок, молока и воды на всякий случай. О, окей. Давайте по рукам. Вот, пробейте, пожалуйста. Хорошо. Так, только я не припомню. Не целую курицу надо было купить или какую-то ее часть? Ножки там или грудка, или... Ладно, на что хватит? Так, вроде тут курица лежала. О, вот, куплю тогда целую. Фу, она правда с головой, но больше никаких нет. Если я домой без курицы приду, тогда мне будет полный капец. Так, тебя и возьму. Кого там? О, как раз два килограмма, как мама просила. Пробейте мне ее, пожалуйста. Да, конечно, сейчас. Посибочки. Так, надо быстрее ее отнести домой и к Машке с Валеркой. А у нас на всех один-один-один. Всем гадостная конфета досталась. Их, я так хочу победить. Как ты там, Даш, говоришь? Магазин у вас через дорогу. Второй час пошел. Что-то, Макс, долго дорогу-то переходит. Мам, ты перестань, может очередь? Ничего, не умремо с голоду. А это как сказать, у меня в желоте уже урчит. Ну все, Даш, через пять минут не придет, я пойду готовить пирожки. У меня внучок голодный. Мам, курица на столе, я гулять пошел. Ну вот, говорю же, очередь пришел. Потерпите 30 минут в духовке, и нежнейшая, вкуснейшая курочка будет готова. О, бог ты мой, что такое-то? А почему она какая-то странная, неощипанная что ли? Макс, он уже убежал. Что такое купил-то? Я цыпленка просила в упаковке. А это что? Она еще и с головой, и с клювом. О, нет. Я, я, я боюсь такую готовить. Саша, иди-ка сюда. Что там, Даш, что за беда? Макс мне какую-то курицу странную купил. Она с лапками, неощипанная, и с головой. Я такую готовить не умею. Ты можешь из нее сделать полуфабрикат, который в магазине продается, а? Ээээ, я? Ой, слушай, даже не знаю. В таком виде как-то страшновато. Ой! Ой, что это? А, я на нее нажимаю, ты слышала? А-а-а, она пищит. Он что, живую курицу нам купил что ли? Ну-ка. Шриллинг чекен. Что это такое? Так это Макс, наверное, взял самую дешевую. Я ему сказала сдачу себе оставить. Те, которые ощипанные и без голов, они ведь подороже стоят. А этих, видимо, завезли прямо с фабрики, неразделанную. Это-то ладно, такое бывает. Но почему она издает какие-то звуки? Ой. Не знаю, я ее боюсь. Что там у вас, что-то случилось? Ой, а вы чего, Рексу новую игрушку что ли купили? Мам, почему Рексу? Это Макс принес. Таких куриц животным покупают что ли? Это для собак курица. Вот поэтому с головой и с лапами. Собакам-то что, все слопают. Ну, Макс. Да вы что, я вроде из деревни. А знаю, что это игрушка для животных у меня у соседа такая. У него пес бойцовской породы. Он эту курицу ему кидает. А он чуть на части не разрывает. А она еще пищит. У вас пищит? Вот, да, так и пищит. А, теперь все ясно. И Макс что нам, предлагал ее съесть что ли? Нет, подождите вы. Мне кажется, это он Рексу купил, а курицу в холодильник убрал. Но Макс же не дурак у нас. Читать-то ведь умеет на ценнике, что написано. Эээ. Ну что там, Даш? Курицы нет, получается, купил только игрушку для Рекса. Да, это, конечно, хорошо, что научили парня заботиться о животных. Рексу тоже играть нужно. Но то, что нас всех голодными оставил, это, конечно, очень плохо. Ну ничего, у меня есть запасной вариант ведь всегда. Пироги с картошкой и с капустой. Давай, доставай. Видела, что есть в холодильнике? А муки-то сейчас у тебя найдем. Все и сыты будем. Рекс, Рекс, иди сюда. У нас для тебя угощение. Вон, смотри, как радуется. Верши, Рексик, играй. Рекс, что это у тебя? Что это так пищит? Ой, какая смешная курочка. Давай вместе поиграем. Спасибо. Какая смешная. Фух, наигрался, представляете, 4-2-2. В мою пользу. Я победил. Мне попались тухлые носки еще, потом клубничная и виноградная. А Машке вообще все конфеты попались невкусные. А Валерке все на перец везло. Здесь рот наобжигал. Ой, конфеты это хорошо, но я проголодался так. Мам, а курица уже готова? Да, Макс, держи, она готова ей была. В смысле, мам? Как это готовая? Прям такая? Ее прям есть, что ли, можно? Ну, я не знаю, Макс. Ты же ее купил. Ты на упаковке читал? Ну, там чикин написано было. Это был единственный вариант. В магазине больше ничего из курицы не было. Макс, Макс, там на этикетке черными буквами по белому написано. Курица, игрушка для собак. Пак, 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 пак. А, а я-то думаю, чего она такая странная? В следующий раз. В следующий раз обращай, пожалуйста, внимание на упаковку. Ладно? Пойдем в зал. Бабушка там пирогов напекла с капустой и картошкой. Очень вкусные. Прошу, мам. В следующий раз буду всю-всю этикетку читать. А, пирожки, это же здорово. Мои любимые, с капустой и картошкой. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. И это, внимательно читайте этикетки, чтобы не получилось, как у меня. Кать, Кать, нам пора. Ай, фу, убери это от меня. Что, пора, Макс? Отдай-то эту курицу Рексу, она ему так понравилась. Да этот, пора приветы передавать. Ой, точно, Макс, а я и забыла. Давай. Рекс, иди курицу свою забирай. Приветик Юле, приветик Вике, приветик для Сони и Коксика, приветик Антоше, приветик Танзада, приветик Тахмина, приветик Эрбол, приветик Нордана, приветик Майром Коль, приветик Марго, приветик Софья, приветик Наташа, приветик Евгения, приветик Арише, приветик Алиса, приветик Танюше, Славику, Саше, Симе и Никусе, приветик Каролинке и Ангелинке, приветик Диана. Приветик Айлин. Приветик Катя, Лариса, Ангелина и Оля. Приветик Ксения. Приветик Амира.